Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас хочу рассказать вам про мою коллекцию помад и блесков для губ. Был как-то давно такой запрос, и я делала видео, у меня есть такое, но поступил еще один запрос, и действительно у меня появились и много разных других помад и блесков, и я решила сделать, почему нет. Мне кажется, очень даже интересное видео получится, если я не затяну на 25 минут, и вы от меня не убежите. Вот, у меня есть целый ящик помад и блесков, но про все я рассказывать не буду, я расскажу только про те, которые заслуживают вашего внимания, которые, в принципе, стоит покупать, вот, и, может быть, какие-то расскажу, какие, в принципе, которыми я пользуюсь, но которые мне не очень, в принципе, нравятся. Есть у меня какие-то тут старинные, древние, которыми я абсолютно, я их, может быть, мельком покажу, но рассказывать о них так особенно не буду. Вот, значит, давайте начнем... Ох, глаза разбегаются. На самом деле, хочу, вот, честно говоря, купить... Попалась мне как-то вот в глэмбоксе, по-моему, такая вот от Colorance помады. У меня полная версия этой помады есть. Сейчас я ее покажу, если я ее найду. Вот она, такая вот помада, она Рушеклад, у меня оттенок 01, такая вот помадка, это вот этот первый оттенок, но он достаточно... Если вы думаете покупать его, например, будьте готовы к тому, что он очень пигментированный, он очень въедается в губы, и если вы несколько раз его нанесете, к концу дня вы просто, даже если он у вас слезет, у вас будут просто очень ярко-розовые губы. Он кажется очень таким нейтральным, но на самом деле он очень такой вот, очень-очень ядреный. Честно говоря, я не ожидала, я думала, он более такой нейтральный. Но вот на летом мне хочется вот такой вот купить. Эти все не мои оттенки, а вот этот Тропикал Пинк 04, вот к нему присмотритесь. Он очень клевый, такой яркий. Мне кажется, на загорелой кожи будет просто бомба. А вообще качество вот этих помад колоранцевских очень приятное. У меня была еще одна помадка, я ее маме отдала. Вот это Рушеклад, а он там, по-моему, какая-то другая, тоже Эклад что-то, но Эклад Минут, наверное. Какая-то другая помада, но у нее такой более бордоватый оттенок, он мне не подошел. Тоже в обзор, скажем так, достался. Вот, дальше помада, которая абсолютно заслуживает вашего внимания, абсолютно заслуживает покупки, абсолютно заслуживает той цены, которую на нее ставят. Это помада Make Up For Ever серия Rouge Artist Natural номер 22. Изначально я склонялась, по-моему, к номеру 18. Там тоже какой-то такой нейтральный. Искала я розовый нюд. У меня сейчас он на губах. Вот так вот. Такой вот оттенок. Очень приятное. Это я его использовала. Она полноценная, длинная была помада. Я его использовала. Она очень мягкая, поэтому быстро, в принципе, расходуется. И она очень мне нравится, поэтому тоже быстро расходуется. Использовала я ее, наверное, за месяц. То есть я не то, что даже каждый день ее... Ну, каждый день, но не прям, что постоянно. Она достаточно долго держится. Она очень хорошо увлажняет. Она легко наносится. Она не липнет. Она не сушит. Когда она сходит, она сходит полностью. Она не оставляет пигмента. Она идеальна. Я искала идеальный себе нюд. Я хочу вот посмотреть. Может быть, бежевые нюды в этой серии тоже есть. Надо пойти потестить, посмотреть. Идеальная просто помада. Я не знаю. Очень клевая. Стоит она, по-моему, еще-то тысячу с чем-то. Вот он. Оттенок такой вот. Ну, не знаю. Для меня вообще, по-моему, он идеальный. Очень клевая. Такая вот помадка. Make Up For Ever. Просто вот кто ищет какие-то вот хорошие помады. Там есть Make Up, значит, нет. Rouge Artist Natural. Rouge Artist. Какая-то еще там у них серия помад есть. Не помню сейчас. Они более как бы матовые. Они более тяжелые. Вот. Но вот это вот посмотрите. Rouge Artist Natural. Там очень много оттенков. Оттенков, не знаю, 20, наверное. Очень, 15. Но очень много есть из чего выбрать. Дальше, кстати, я вот сегодня смотрела и сравнивала. Вот эта помадка с этим Make Up For Ever, она по цвету одинаковая. Как я вот выяснила уже там сколько у меня вот этой год, наверное, помаде. Может, нет, побольше. Может, месяцев 8. Поменьше в смысле. По цвету они абсолютно одинаковые, когда наносишь на губы. Но, конечно, свойства разные. Это больше как гигиеничка, как-то кажется. И она как-то, ну, на губах не так долго как-то держится. Честно говоря, я, ну, немножко разочаровалась. Это, значит, L'Oreal Paris помада... Так, сейчас. Господи, короче, читайте сами. Я вечно чем-то на плиту. Каузе, значит, 0,2 оттенок. Innocent Pink. Такой вот. Он самый такой блондинистый, нейтральный. Вот он. Он кажется как бы бледнее, конечно, вот этого. Но на губах они выглядят идентично. Одинаково. Но из этих двух мейкап мне нравится. Но если, скажем, нет денег на мейкап, можно вот эту приобрести. Как бы они похожи. Очень похожи. На губах как смотрятся, очень похожи. Единственное, по носке, конечно, L'Oreal немножко поменьше. Она быстрее съедается. И как-то она, не знаю, она как-то, ну, не знаю, она легче. Она как-то больше какой-то гигиенички, вот я склоняюсь. Не помада прям, что ухаживает. То есть она такая легкая. Дальше, дальше помадка. Сейчас скажу, какая. Давайте вот такую возьмем. Maybelline. Искала я какую-то белесую такую помаду, которая мне прям выбелит губы. Ну, в общем, очередной бред. Наткнулась на косметисте. Вот такой вот оттенок. Это серия Color Sensation. Помадка Maybelline New York. Белесая абсолютно. Если я сейчас нанесу на руку, вы ее не увидите. Вы увидите просто блеск. Но на губах она дает... Вот ее даже не... Вот она вот тут. Чуть-чуть блестит. Когда я делала свочи, чтобы показать в Инстаграме, говорят, ой, да это блеск. Нет, это не блеск. Это она дает абсолютно такое белесое, что-то а-ля нюд, может быть, даже. На загорелой коже, мне кажется, опять-таки, на загорелой коже все хорошо смотрится, будет хорошо. Но у этой помады, может быть, я не знаю, может быть, я нагрешу сейчас, но может быть, только этот оттенок так себя ведет. Может быть, ведут все. Я не знаю, у меня из этой серии только одна помада. Но для этой помады нужны идеально ровные губы. Если есть хоть мельчайшая шелушинка, все, она будет лежать криво-косо, она забьется везде. Эту шелушинку она в три раза увеличит зрительно. На морозе она просто на губах высыхает моментально. И, ну, в общем, как покойник ходишь. Ужасно. Но вот в каких-то жарких странах, мне кажется, она будет нормально. То есть, вот такая вот тоже, не знаю, посмотрите. Может быть, кто-то любит подобные помады, вот именно вот из этой серии. И, может, у кого-то нравится и хорошо. Но вот именно этот оттенок на мне именно так вот себя ведет. Поэтому довоякое такое очучение. Дальше очень поразившая меня помадка Фаберлик. Такая вот помада, оттенок. Если я правильно понимаю, ну, вот какой-то тут номер 3394, а внизу 4397. Очень странные разные номера какие-то, в общем, непоятно. Она поначалу думала, фу, какой-то персик противный. Нет, она очень приятный нюд. Очень не рыжит на губах. Очень такая вот легкая по нанесению, но в то же время ухаживающая. То есть, не так, как вот это, да. То есть, это легкая и все. Она немножко ухаживает. Она немножко увлажняет и чувствуется это увлажнение зимой очень хорошо. Оттенков там, не знаю, не очень много. По-моему, оттенков 5. Но, а может быть, вру? Нет, ну, там немного. Не прям ни 15, ни 20. Такой вот интересный нюд получился. Хотя изначально, как бы в интернете, конечно, оно выглядит как нюд. Открыла, я смотрю, фу, рыжий какой-то непонятный персик. Но в жизни оказалась действительно нюд, как и показывали в интернете. Так что хорошая помада, присмотритесь. Я не знаю, вот там как серия не видно. Нету никакой серии, ничего. Просто вот так вот выглядит. Флакончик тут вот эта красная такая полосочка. Все, серебряный флакончик. Вот, хорошая, не ожидала. Молодцы, ребята. Дальше. Ну, гигиеничка вот у меня такая вот есть. Кадалишная. Честно, она... Мне моя Ватсенс... Сейчас я ее не везла, она в косметичке, не буду прыгать. Ватсенс вообще вне конкуренции. Это гигиеничка на все времена, она идеальная. Вот эта от Кадали, кажется, очень должна быть хорошая. Но она достаточно твердая для меня. Короче, честно говоря, не очень. И очень густая на губах, как будто вот она, как парниковый такой эффект создает. Она у меня есть, я ее периодически пользуюсь, когда не нахожу Ватсенс. Но все-таки она как-то, не знаю, мне кажется, она не оправдывает своих названий, скажем так, своей марки. Дальше давайте немножко... Вот такая помадка есть. Тоже, в принципе, ничего, держится неплохо. Нельзя сказать, что что-то там она увлажняет. Ну, она вот у меня, я покупала именно цвет моих губ. Немножко как бы вот усилить цвет моих губ такого вот. Это Арифлейм Pure Color Vintage Rose оттенок. Ну, не знаю, они, по-моему, сейчас вот по 99 рублей, они всегда так стоят. Вот очень расхлябанная такая, ну, дешевая штука. Но, если кто-то вот прям фанат Арифлейм, попробуйте. Достаточно неплохая, достаточно хорошо смотрится, достаточно много оттенков там для выбора. И в целом она, в целом она как бы ничего. То есть, ну, как бы, естественно, она с мейкапом не сравнится, но, тем не менее, для того сегмента, в котором она представлена, она очень даже. Продолжение следует...